Балы, красавицы, лакеи, юнкера и вальсы Шуберта и хруст французской булки. Строки известной песни иллюстрируют представления многих россиян об эпохе поздней российской монархии. И эти представления очень сильно романтизированы, а представители тогдашних элит считаются чуть ли не образцами благородства, чести и высоких нравственных принципов. Как же все это далеко от действительности? И сама эпоха в части российских реалий была невероятно ужасной, да и сами элиты были по большей части совсем никуда негодными. Даже Романовы – венценосная семья. Например, претендент на престол Москвы, великий князь Владимир Кириллович Романов, запятнал себя сотрудничеством с Третьим Рейхом. Приверженцы великого князя отрицают сотрудничество с нацистами, но факт и вещь упрямая. Впрочем, судите сами. Но в начале, друзья, попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также поддержать наш труд на платформе Патреон. Ссылка в подсказке, описании и первом комментарии. Князь Владимир Кириллович был единственным ребенком двоюродного брата последнего императора Российской империи Николая II Кирилла Владимировича. Великий князь Кирилл имел очень сомнительные права на московский престол, но это не помешало ему провозгласить себя императором всероссийским Кириллом I. Большинство представителей дома Романовых не признали эту претензию, поскольку в свое время князь Кирилл женился без императорского разрешения, что нарушало действующий в то время закон о наследовании трона Российской империи. Такие коллизии не помешали его сыну, князю Владимиру, провозгласить себя после смерти отца в 1938 году главой императорского дома и, соответственно, претендентом на московский престол, хотя формально он не провозглашал себя новым императором в изгнании. Вторая мировая война застала место блюстителя трона в бретонском имении во Франции. После оккупации страны немцами Владимир Романов Британь не покинул. Для этого не было причины. Князь не выступал против нацизма. К тому же коммунистическое правительство бывшей Российской империи вступило в гитлеровскую коалицию с целью разделения территории Польши между СССР и Третьим Рейхом. Следует отдать должное князю Владимиру Кирилловичу. Он никогда не поддерживал коммунистический режим СССР и всегда призывал к его свержению. Князь не изменил своим принципам и после перехода СССР из гитлеровской коалиции в антигитлеровскую, состоявшуюся 22 июня 1941 года. 26 июня, через 4 дня после вторжения немцев в СССР, князь выступил с публичными призывами свергнуть большевистский режим в бывшей Российской империи. В 2017 году сторонники князя из Российского императорского дома направили письмо в редакцию московского журнала «Новые известия» с отрицанием фактов сотрудничества Владимира Романова с нацистами, выложенными на сайте издания. В письме симпатики князя утверждали, что заявление князя от 26 июня 1941 года было лишь продолжением его политической линии, которую он вел везде и всюду и вовсе не свидетельствует о приверженности нацизму. Поскольку лучше раз увидеть, чем сто раз услышать, пусть каждый сделает свои выводы из текста княжеского заявления. В это грозное время, когда Германии и почти всеми народами Европы объявлен крестовый поход против коммунизма-большевизма, который поработил и угнетает народ России в течение 24 лет, я обращаюсь ко всем верным и преданным сыновьям нашей Родины с призывом способствовать по мере сил и возможностей свержению большевистской власти и освобождению нашего Отечества от страшного иго коммунизма. Казалось бы, на первый взгляд вроде бы ничего такого. Благородная цель, если не учитывать того, что Владимир Романов увидел в гитлеровской агрессии шанс вернуться в Россию и на немецких штыках въехать в императорский дворец. Ведь не случайно после своего заявления претендент на московский престол получает личную охрану от гитлеровцев. Соответствующим образом было оценено заявление князя и в СССР. 28 июня 1941 года газета «Правда» обнародовала статью Давида Заславского с материалом о великом князе Владимире Кирилловиче. Вскоре в той же газете появилась карикатура со стихами, посвященными царственному коллаборационисту. Стоит отметить, что СССР имел свою агентуру в окружении Владимира Романова и в других группах московских политэмигрантов. Более того, у чекистов были свои варианты реставрации самодержавия в случае падения большевистского режима. Неожиданно, правда? Речь шла о некой социальной монархии. Политически активные и деятельные белые мигранты не без помощи чекистов планировали воссоздать на территории Советского Союза государственное образование под названием «Союзная Российская империя», которая представлялась как централизованная федерация государственных образований, совсем как тогдашняя СССР, ну или современная РФ. Тезисы были следующими. Принцип не умирает, умирает форма. Революция есть погибель старого типа монархии и рождение монархии нового типа. «Пролетариат будет опорой монархии». Русская нация фактически стала нацией пролетарской. Русский царь освободит трудящихся от иго красных паразитов. Это тезисы русского иммигрантского движения под названием «Союз Младоросов», одним из идейных вдохновителей которого был и великий князь Владимир Романов. Вот он вместе с главой Младоросов Казимбеком принимает парад членов партии в лесу Фуркё в 1930 году. Свою партию Младоросы считали орденом, созданным на основе духовного братства свободных личностей, которые сплачиваются на основе строгой национальной дисциплины и неограниченной власти вождя. В качестве одностроев Младоросы использовали синие рубашки. Для приветствия поднимали правую руку вверх и произносили возглас славящей вождя. В младороссийской газете «Бодрость» в 1939 году говорилось, что Муссолини связался с Гитлером, а значит стал расистом. Поскольку фашизм и расизм несовместимы, то последними фашистами остается единая партия Младоросы. В целом, в те годы главенствующей идеологией русского иммигрантского движения был православный фашизм. Русские фашисты за границами России открыто озвучивали свои убеждения, в то время как в самом сталинском СССР исповедовали абсолютно ту же самую идеологию, но только без православия, просто фашизм. Культ вождя, однопартийность, репрессии и так далее по всем признакам фашизма. А вот сегодняшняя Российская Федерация – это воплощенная в жизнь абсолютная копия как раз белоэмигрантского представления о России. Не зря же Путин так любит цитировать именитого философа и идеолога русского православного фашизма Ивана Ильина. Да и в целом сегодняшние русские патриоты – это фашисты в чистом виде. Если посмотреть на 20-е и 30-е годы прошлого века, то диву даешься, сколько русских, чисто русских фашистских организаций существовало по всему миру. Это просто жесть, если честно. Были даже детские русские фашистские организации. Например, Союз Фашистских Крошек. Союз Юных Фашистов и Фашисток. И так далее, и тому подобное. Погуглите, убедитесь сами. Примечательно, что ни одной украинской фашистской организации в те годы в природе абсолютно не существовало. Как, впрочем, не существовало и позже. Я сейчас говорю о массовости, а не об отдельных маргинальных выходках. И это неудивительно. Фашизм – идеология сугубо имперская. Но вернемся к Романовым. Сталинская клика была очень хорошо информирована о настроениях великого князя Владимира Романова, о чем регулярно рассказывало населению СССР в периодической печати. Сам князь абсолютно не сторонился своих друзей из Вермахта. Сохранилось фото, на котором он с императорскими орденами вместе с великим князем Дмитрием Павловичем и князем императорской крови Всеволодом Ивановичем красуется в обществе офицеров Вермахта на свадьбе сестры Владимира Кирилловича. Представители Российского императорского дома в вышеупомянутом письме от 2017 года пишут на этот счет, мол, это не то, о чем вы подумали, это другое. Это самая обычная вечеринка аристократов и никакой политики. Но, чтобы понять абсурдность подобного заявления, достаточно попытаться представить, скажем, Романа Шухевича или Андрея Мельника или Тараса Бульбу-Боровца в обществе Жукова, Ватутина, ну или Мехлиса. Согласитесь, подобная фотография из области больного воображения, поскольку украинские националисты такого уровня никогда бы не то, чтобы сотрудничать. Они бы не согласились даже на совместное фото с палачами своего народа. А для князя Владимира Романова фото с офицерами Третьего Рейха просто память о вечеринке в кругу друзей. Все довольно красноречиво, и любые комментарии здесь излишни. Это отлично понимал и сам претендент на престол. Не случайно после высадки союзников в Нормандии князь быстро собрал свои манатки и вместе с придворными сверкнул пятками в Германию. Когда же Третий Рейх превратился в арену ожесточенных боевых действий, великий князь Владимир перебрался в Австрию. Там он встретился с известным коллаборационистом генералом Борисом Хольмстон-Смысловским, который посоветовал императору уехать в Лихтенштейн. Впрочем, власть княжества отказала московскому князю, после чего он отправился в Испанию, где господствовал Франко. Через несколько лет князь убедился, что его никто не собирается преследовать, поскольку у него не было статуса военного преступника, и начал свободно путешествовать по странам мира. Даже умер во время путешествия. Согласно завещанию, князя похоронили в Великой княжеской усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга в 1992 году. Это и неудивительно. Когда-то князь просто призвал помочь Гитлеру свергнуть большевистский режим, а не пытался бороться за создание независимых государств, порабощенных Москвой народов. Его деятельность не посягала на империю, в отличие от национально-освободительной борьбы Степана Бандеры, Мустафы Шакая или внука Шамиля Мухаммада Саидбека. Поэтому для московитов Владимир Кириллович, сотрудничавший с Третьим Рейхом, свой в доску. Разве что сторонники из лагеря другого претендента на престол Дмитрия Романовича Романова вспоминают о сотрудничестве князя с нацистами. В ответ на намерение властей РФ предоставить особый статус правоприемницы князя Владимира Кирилловича Марии Романовой, представители московского дворянства обратились к Путину с призывом не делать этого, поскольку отец Марии Владимир Романов запятнал себя сотрудничеством с нацистами. Также в заявлении отмечалось, что потомки Владимира Кирилловича не имеют никаких прав на московский престол. По их мнению, настоящий наследник московских царей Дмитрий Романович Романов. Спор претендентов на престол становится интересным, поскольку сам князь Дмитрий Романов умер, не оставив каких-либо потомков, а его родной брат имел только дочерей, которые не могут наследовать трон. Так что эта линия полностью зачахла, а правоприемников князя Владимира Кирилловича большинство монархистов не признают. Да и зачем московитам царь, если империей управляет ФСБ КГБ? Оттуда к власти пришли и, возможно, еще придут кадры гораздо более беспринципные, отмороженные, фашистствующие, чем потомки нацистского коллаборанта Владимира Кирилловича Романова. Но это в том случае, если Россия в обозримом будущем сохранится на карте мира, в чем я категорически сомневаюсь. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Patreon, это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией Ютуба – спонсорство. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!